Всем приветики! С вами я, Лена, с канала Лена Вов. И сегодня я участвую в рукодельно-креативном конкурсе от канала Куперебенку.ру В условиях конкурса надо было сшить питомцы для Ever After High, либо для Monster High. Я выбрала Дракулауру. Это Дракулаура и ее кошечка. Ее зовут сердечная особа Lady Head. Но сначала я хочу вам рассказать легенду. О том, как появилась вообще эта кошка и как она оказалась у Дракулауры. Многие знают, что Купидон перешла в школу Ever After High. Ее в сердце разлетелось на много кусочков. И один кусочек залетел в окно Дракулауры. Дракулаура взяла этот осколок или кусочек. И решила из него сделать себе кошку на свой вкус. С помощью Фрэнки она оживила его. И теперь у Дракулауры есть такой замечательный котенок или кошечка, сердечная особа Lady Head. Как вы заметили, она очень необычная, она в форме сердечка. И сейчас я хочу рассказать, из чего я ее сшила. Я придумала ее в форме сердца. Ее особенность в том, что она своим хвостом может цепляться за шею или за руку у куклы. Сначала я расскажу. Сначала я сделала шаблон. Вот такой вот шаблон я нарисовала. И приложила вот к карикатажной ткани. И потом начала эти две половиночки сшивать. Потом я начала забивать туда синтепон. Когда все было готово, оставалось только обметать черными нитками эту кошечку. Так, чтобы у кошки потом были глаза, ее мордочка, вот как видите, она очень симпатичная, я начала вышивать ей глаза, рот, нос и уши. Тьфу, и носик. Итак, у нее глаза, такой черный фетр. И он обмотан черными нитками, чтобы этот фетр держался. И здесь такая черная бусинка. Здесь глаз у нее необычный. Он у нее просто обмотан черными нитками и все. И черный, тьфу, и серебрянкая такая бусинка, она больше, чем этот. Этот глаз у нее особенный, очень особенный. Он зомбирует монстров. Если ей посмотреть в глаза, первый встречный монстр влюбляется в того, кого он увидел. Носик у нее такой черненький. То есть, как настоящий кошечка, такой миленький. Такие у него тут такие точечки. Но это не точки, это углубины. Может потом оттуда вырастут у него усики. Ой, не хочет, чтобы я его снимала. У него такие беленькие клычки, очень красивые. Я их нарисовала штрихом. Это вообще такая нитка его род. Непонятно, что он улыбается, злится, обижается. Непонятно, вот так нельзя сказать, что он злится. Вообще у него еще есть такой вот, тут тоже черный фетр, такие вот ушки. Они, черный фетр пришит розовой ниточкой. И здесь точно так же, он такой мягенький. И сам котик очень мягенький, его хочется так вот прижать к себе. Он такой мягенький, классный. У него есть такая вот челка. Но это не челка, это такой ракес у него очень интересный. Черные и розовые нитки тут, то есть обычные черные розовые нитки. На левом боку у него есть такая татушка, такая сердечка, тоже черный фетр. Он тоже пришит розовыми нитками, как и ушки. Здесь такая розово-прозрачная бусинка и пайетка. И здесь такой шов у него, такой черный, это тоже обычные нитки. Еще есть основа, над чем он может стоять. Это такой тоже вот кругляшок, вместо ноги у него такой, тоже черный фетр. Я его тоже пришила. У меня такая была интересная задумка, то что с помощью своего хвоста он может висеть на шее, или даже на руке, может даже на ноге, на теле, у куклы. То есть он может за нее цепляться или как это такое. И она может носить ее на руке или всегда с собой. Хвост у него тоже необычный, то есть он у нее тут поцарапанный. Его поцарапали. Сейчас мы его вот сняли. Сейчас я хочу рассказать особенности этого хвоста. У него может быть он принимает любую форму, он гнется. Так. И я хочу рассказать маленькую трудность, которая возникла, когда я шила этот хвост. А когда я его шила, он все время у него вот так вот вертелся, как флажок. Можно так вот подуть, и все, он отвалился бы. Ну или упал. Но у меня осенило то, что надо сюда было вставить проволоку, поэтому он такой сейчас супругий и так вот движется, понимает любую форму и состояние. И когда я это сделала, мне пришлось все распороть, вставить проволоку, набить опять все синтепоном, опять зашить и обмотать. Еще была трудность с волосами. Я не знала, как это вот пришить, и пришла на помощь моя мама. Я, по-моему, забыла вам сказать, но у него есть такая вот интересная сережка. Это такая золотая проволока, и тут такая паеточка блестящая. Сейчас я хочу рассказать об его анкете. Вот такая вот у него замечательная анкета, она похожа на дневник от куклы. Я воспользовался, это такое у меня, такое хитрость было. Здесь такой гробик, где написано «Леди Хат», то есть как зовут нашу кошечку. И напись «Монстер Хай». Тут черепки, звездочки. И здесь вот весь этот дневничок украшает такой бантик малиновый. И здесь такие камешки золотые. Вот так он выглядит внутри. Сейчас я прочитаю. Зовутую сердечная особа «Леди Хат» по родам. Сердечная роза. Возраст. Пять ужасных сердечек. Сердечко, потому что он сам в форме сердца. И не лет ему пять, а именно сердечек. Была такая вздумка. Характер. Он у него добрый и ненормальный. Особенность. Зомбирует монстров. Тот, кто посмотрит в его волшебный глаз, влюбляется в первого встречного монстра. Он переворачивается тут страничка. И можем считать дальше. Хозяйка. Ракулаура. Она его безумно любит и балует. Страх. Боится расколотся, так как он осколок. Любимый цвет его розовый. Лучшие друзья. Ну, конечно, эта игра великолепная. И мистер Стрэнджер. Эхим и прилимем. То мы увидим вот его такой вот портретик. Он очень смешной у меня получился. Я его сама нарисовала. И здесь написано «Леди Хат». И здесь такой просто черный. Это вот такой вот у него анкета. Ну что ж. Сейчас я поучаствовала в рукодельно-креативном конкурсе для канала «Купи ребенку». Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok